Блок Аляхрара имеет большинство в парламенте Ирака. Сегодня его лидер. В прошлом экс-министр правительства республики возглавляет официальную делегацию. Накануне в рамках визита парламентарии встретились с руководством Крыма. 12 апреля в правительстве Севастополя приветствую гостей. Губернатор Сергей Миняйло отметил, несмотря на сложные внешнеполитические факторы, иракские парламентарии смогли приехать в Севастополь. Этот визит подтверждение того, что город готов к любому диалогу с партнерами. У нас чаще начали появляться делегации из других государств. Говорит о том, что здравый смысл, он торжествует. Говорит о том, что мы интересны не только с точки зрения экономики, мы интересны во всех направлениях жизнедеятельности, в том числе и просто в общении. Вчера у нас были представители Китая, до этого, вы знаете, итальянцы. Мы готовы общаться со всеми. Есть ли это общение в тех направлениях и в тех рамках, которые интересны и которые, соответственно, несут пользу. На встрече ее участники осудили деятельность запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Визит в Крым как признание усилий Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом по достижению политического урегулирования на Ближнем Востоке. Лидер парламентского блока Тхиаа Найм Абдулла Алясади признался. Искренне гордится дружбой с Россией и благодарит местные власти за приглашение посетить полуостров. Он выразил надежду на дальнейшее развитие политических, экономических и культурных связей. По его словам, Ирак и Россия могут сосредоточиться на взаимовыгодных инвестиционных проектах. «Это мой первый визит в Севастополь, и я просто поражен увиденным, а также добротой и гостеприимством ваших людей. Это останется в моем сердце навсегда. Я передам эту доброту землякам. Это очень красивый город, и я вижу очень много отраслей для инвестиций. Мы могли бы сотрудничать в сфере туризма, как учебного, так и лечебного, а также заниматься культурным обменом между государствами. Надо над этим работать». Лидер парламентского блока Республики Ирак предложил открыть генеральное консульство его страны в одном из городов Крыма. Скорее всего, это будет Симферополь. Этот вопрос должен обсудить на уровне Министерства иностранных дел России и Ирака. Завершая встречу, Сергей Миняйло и Аля Сади обменялись символическими подарками.